Дорогие друзья, с детских лет, первое воскресенье июня, я ежегодно бывал в Пушкинских горах. И вот в этом году, накануне пушкинских праздников, 8 мая, я побывал вот с таким, с предварительным визитом, и поездка оказалась чрезвычайно интересной и содержательной. По-моему, пушгоры начинают формироваться в некий проект глобального цивилизационного будущего не только нашей страны. Мы давно говорим, что будущее нашей цивилизации содержится в творческом наследии Александра Сергеевича Пушкина. Это понимаем не только мы. Для примера я вам назову несколько фактов. Не так давно было сообщение во всех средствах массовой информации о том, что Госдеп и ЦРУ США серьезно заинтересовались Пушкиным. И мы знаем, что есть поручение компании Disney организовать мюзикл «Руслан и Людмила». Кроме того, вот уже с 10 числа на нашей телерадиокомпании СТС идет сериал, связанный с Пушкиным. Конечно, и то, и другое проводится с целью опорочить нашего великого поэта тем или иным способом. И мы сегодня должны, конечно, выстраивать встречную матрицу. И это идет буквально по инициативе смест. Вот мой визит состоялся прежде всего на Чертовой горе, где я посетил АТОН-центр. Удивительные люди, организаторы этого проекта, Роман и Василиса, они организовали великолепный проект, где люди просто живут своей собственной интереснейшей жизнью. Там представители и Украины, и Белоруссии, и Москвы, и Петербурга. Каждый из них вжился в свою роль, ту или иную роль сказки Пушкина. Они провели колоссальный объем работ, убрали территорию порядка 10 гектаров. И вот все лето там будут проходить мероприятия. Интереснейшие подарки даже я получил. Буквица, вырезанная удивительным образом. Красивейшая ручная работа. Неповторимые просто картинки. Кроме того, я побывал у Фролова Юрия Андреевича. Вы знаете, наверное, этого интереснейшего в России человека, который вот московские пенаты поменял на Пушкиногория. Переехал туда вместе с семьей, с детьми, с женой. И сегодня разворачивает там учебный экологический центр, где демонстрируются и модели домостроения, и органическое земледелие, и просто здоровый образ жизни, основанный на технологиях сыроедения. Он такой, может быть, наиболее известный в стране пропагандист такого образа жизни. Встретился я и с руководством Псковской области. Тоже состоялся очень интересный разговор. Но сегодня я информирую об этом, находясь на очень чудесной, интересной лестнице. Вот вы видите, здесь изображен, может быть, момент сегодняшний, когда Руслан уже ухватил Карла за ростовщическую бороду, и меч уже в его руках. То есть он овладел знанием и развлечением, готов нанести тот сокрушительный удар, после которого произойдет вот картинка, изображенная на следующем панно этой удивительной чудо-лестнице пушкинской. Эта лестница, по сути, подарена интереснейшими людьми, резчиками по дереву, которые глубоко вошли в тематику концепции общественной безопасности. И вот, если угодно, на таком матричном уровне тоже стараются формировать будущее России. Ну а на нашей встрече в Пушгорах я прежде всего презентовал интереснейший проект, прорабатываемый в городе Санкт-Петербурге. Ну вот, я взаимодействую больше всего с Самоваровой Ольгой Владимировной, и она, собственно, мне и дала эти материалы. Я презентовал вот всем заинтересованным участникам этот проект. Проект, где совмещены в одном месте культурно-духовное наследие наше, уникальные, в общем-то, места, связанные с таким, может быть, стратегическим прошлым нашей государственности. И в то же время там предполагается уникальный туристический комплекс, да и жилые комплексы. Сегодня уже под этот проект приобретена земля 200 гектаров, там же находится и озеро 25 гектаров. Поэтому все основания для организации такого чрезвычайно интересного проекта есть. Дальше все будет зависеть от того, насколько нам удастся собрать лучших предпринимателей, бизнесменов и просто думающих людей России вокруг этого проекта, вокруг тех проектов, которые сегодня уже реализуются в Пушкинских горах. И мне хочется верить, что именно Пушкинские горы могут стать прообразом некоего будущего нашей русской цивилизации, поскольку поменять что-то, пребывая вот в условиях города, практически нереально. Здесь очень серьезные запущены схемы финансовые, интересы строительных корпораций, банков. Поэтому есть надежда, что подобный проект можно возродить в вот таком сокровенном месте, пока еще не тронутой нынешней псевдо-цивилизацией. И дальше я хотел вам продемонстрировать тот видеоролик, который оказался в моем распоряжении. Он начинается, правда, не с начала, что называется, нашей встречи. Я в этот момент просто рассказываю об аналогичных, уникальных артефактах, которые есть в Пушгорах, которые я наблюдал в проекте, который планируется в поселке Псибай Краснодарского края. Поэтому это было же небольшое отвлечение от проекта Пушкин парка. Ну а дальше вы познакомитесь и с Фролоровым Юрием Андреевичем, и вот с теми организаторами замечательного проекта, который ведет АТОН-центр. И предваряя переход к имеющемуся у нас ролику, я хочу проинформировать вас, что мы планируем 27 мая вместе с Владимиром Михайловичем Зазнобиным побывать в Пушкинских горах и, может быть, дать такую серьезную стратегическую информацию в преддверии того телемоста, который ожидается в Пушкинские праздники. Он будет организован Пушгоры Кремль. Вот наша встреча двухдневная. Думаю, что будет тоже интересно для, прежде всего, сторонников концепции общественной безопасности, ну и для всех здоровых сил нашей государственности. Многочисленные находки древних и очень древних артефактов. Вот я по артефактам скажу, что я только что прилетел из Краснодарского края, и вот на этом примере там беседовал с очень серьезным человеком. Там место, где такие очень древние разного рода объекты, дольмены прежде всего, там прям долина дольменов, дольмены уникальные вообще там есть. Такие изображения. Но я был непосредственно в Сибае. Это предгорье, граница уже с Карачаево-Черкесией. То есть, и, значит, что там они мне рассказали. То есть, они находят неоднократно останки человека, значит, размером от 3,5 до 5 метров примерно такие люди. Но, к сожалению, это остается только на фотографиях, потому что артефакты оставить практически невозможно. То есть, продумана какая-то такая система, когда, если ты обращаешься в официальные органы власти, те сразу высылают, значит, команду, приезжают, все там изучают. О, спасибо, жмут руку, здорово, значит, вот представляют, ну, от Эрмитажа вот в последний раз. Ну, и потом, значит, они все это собирают до деталей, чтобы где-то чего-то не пропало. Потом увозят. А когда они начинают интересоваться, ну, так как, что, где это посмотреть. И вы знаете, к сожалению, по дороге украли, там это все пропало. Это вот первый вариант. Тогда, значит, второй вариант, когда, ну, решают оставить у себя, просто где-то спрятать, куда-то чего-то. И опять проходит полгода-год, и все это исчезает. Причем исчезает, запускаются деньги любого объема. Ну, по их данным, это фонд Рокфеллера участвует в этих операциях. И все изымается и уводится в Соединенные Штаты. То есть, ни одного артефакта реального не остается. Хотя, вот, на фотографиях это есть. А вот в Соединенных Штатах опять какие-то прячется все, да? А вот что дальше, там уже сложно сказать. Это что, говорит, мы еще моего близкого друга, мать, мама в свое время говорила, она тоже на Кавказе, она художница была, она там кое-какие экспедиции, детей учила. Ну, там, значит, школы выездные были. И прямо тогда еще, ну, это, наверное, когда в 60-е или в 70-е годы, там, значит, вот, наверное, в 70-е годы много находили тоже, трехметровых и больше, вот, значит, скелеты. И, так сказать, это было так вот, не помню все, как она объясняла. Ну, в общем-то, конечно, это дальше уже никуда не шло. То есть, там как-то то ли подписки брали, то ли какие-то. Ну, в общем... Да, нет, там после этого очень серьезные... Стали почистить и как-то, так сказать, пути перекрывать и закрывать вот эти пещеры, входы, так сказать, массово, так сказать. Ну, вот так вот по этому месту, там очень серьезно проработано, ну, так у них и всякие легендированные вещи, проработка. То есть, более 2000 лет они исследовали, в этих местах находились родовые поместья российских исторических личностей, среди которых Романовы, Кутузовы, многие другие. Одна из наиболее ярких легенд гласит о том, что где-то в этих местах спрятана библиотека Ивана Грозного, которую Романовы вывезли из Москвы. Многочисленные находки древних и очень древних артефактов. То есть, вот это все в этих местах тоже представлено. А можно нам потом ознакомиться с этой презентацией? Да, я на флешке, у меня она есть. Вот. Ну, характеристики. Озеро 25 гектаров, богатое разнообразной рыбой. Отдельная дорога, наиболее плодородная земля, красивые виды, высокие берега, ландшафты. Ближайшие населенные пункты. Деревня Новины, 1 километр. Она сейчас восстанавливается этой командой Пушкин парка. И деревня Коровкино, 5 дворов, 5 километров. То есть, место такое абсолютно глухое. Вот. Ну и здесь рядышком, конечно. Потому что здесь ведь как Псковская область. Вот я тоже хотел вас проинформировать, что буквально 10 дней назад приезжал еще раз ко мне вице-губернатор Псковской области, который ведет инвестиции и все. И наш аграрный университет выиграл конкурс по разработке стратегии развития Псковской области до 2030 года. И, соответственно, нам надо будет в стратегию заложить вот такие базовые вещи. И самое главное, что я считаю, что там продвигаю, что нам не надо пытаться догнать Запад в его тупиковом развитии. А нам нужно вот обогнать, не догоняя. Нам как раз надо заложить в стратегию нечто, чтобы все сказали «ах». То есть, ну, не удивишь никого небоскребами там, так сказать, многоэтажками. А вот кое-чем в России можно удивить. И вот поэтому мне-то очень важно вот такие проекты, как то, чем вы занимаетесь там, чтобы понятно было, что, может быть, это и есть стратегия основная Псковской области. И, допустим, если мы смотрим, вот сейчас мы анализ проведем, потому что наиболее так признаны разработки греческого архитектора Доксиадиса, где он говорит, как вот нормальным образом должна быть устроена земля. Вот мы хотим просчитать так Псковскую область. То есть она считается сегодня там самой загнанной в угол и, значит, самой неблагополучной. Но, может быть, если посчитать, то как раз она окажется, как помните в Библии, последние будут первыми. Почему? Потому что под Оксиадису, если мы берем всю территорию земли, она должна быть организована так. 42% это должны быть заповедные зоны, куда не ступает нога человека вообще. Они существуют только для воспроизводства биоценозов. 40% территории это земли, куда люди приходят только для отдыха. То есть никаких капитальных сооружений, это вот примерно то, что вы делаете. До 40% должно быть таких территорий, где если там восстанавливается биоразнообразие природное земного шара, то здесь восстанавливается, в общем-то, генетика человеческая. Потому что человек в бетонных коробках не воспроизводится. 2-3 поколения и генетика уже будет другая и обречены. Поэтому вот эти 40% это где воспроизводится человек. Дальше 11,3% это места для проживания. Нет, 11,3% это для обрабатываемой земли, где занимаются сельским хозяйством профессионально. Потом, значит, 7% это места, занятые под жилые застройки. И, наконец, там 0,2% это промышленные зоны. Вот примерно так. И вот я не исключаю, что когда посчитать с этих позиций Псковскую, то как раз выяснится, что, может быть, это одна из немногих моделей, близких к оптимальной. Ну или, по крайней мере, здесь возможно воспроизвести. Потому что, допустим, чтобы такие вещи реализовать в Европе, там нужен бульдозер и половина все это убирать. Не случайно на Западе, вы знаете, они ввели даже такое понятие, коэффициент дебетонизации территории. То есть они теперь считают, сколько им удалось из-под бетона земельки от Бога доставшейся восстановить. Но, к сожалению, люди мало понимают, что то, что даровано от Бога, можно получить только один раз. Если ты это закатал в асфальт, то ты получишь, но и уже не то. Так вот... Отсталая Россия на сегодня, как раз почему она будет первой рано или поздно, потому что у нас сегодня до 60% территории, которая досталась нам от Бога. То есть там никто ничего не сажал, никто не сеял. В Европе такой территории ноль практически. Зато, казалось бы, страны, которые не богаты, идут по этому пути. Некоторые уже Руанда, например, та же, которая запретила вообще полиэтиленовые пакеты и пластик на территории всей страны. То есть у них только бумага, картон, и это заботятся о экологии. Ну и, соответственно, там уже другая земельная политика и прочее. То есть там даже Венесуэла, там много стран, в принципе, которые... Ну, я вот был, скажем, в... То есть иногда вот действительно в таких еще нетронутых псевдоцивилизаций краях, в общем-то, там есть вот это природное от Бога понимание, чего и как жизнь устроена. Вот упаковка из пальмовых листьев, там, значит, я вот смотрел. Потом, значит, когда я был в Индонезии, на Бали, то там действует закон, который запрещает строить любой объект выше пальмы. То есть вот основной принцип здорового образа жизни. Никогда нельзя жить выше дерева. Это в древние времена все знали. И, допустим, если даже вы возьмете Пушкин, город, да, то там вот можно подняться на эту башню, ныне там есть смотровая площадка, и увидишь, что весь этот Пушкин царский, деревья возвышаются над зданиями. Нет ни одного здания, которое бы возвысилось над деревом. А тут, пожалуйста, вот юридический запрет. Есть такой доцент Линов в архитектурном нашем университете. Он исследовал вот эти зависимость здоровья от уровня проживания. И там такие характеристики. Начиная с четвертого этажа идет заметное ухудшение здоровья, а начиная с девятого резкое ухудшение здоровья. И это просто элементарно можно взять, если взять медицинские карты и отсортировать наиболее часто посещающие клиники, то там этажность сразу всплывет. Вот когда это выяснилось, эти исследования были закрыты и засекречены. И таких много было разных исследований. То есть и от этажности, и от степени бетона, так сказать, от канализации и вот эти огромные коллекторы, где протекают кабели высоковольтные, так сказать, стены, там тоже онкология и прочее, естественно, это прямая задача. Ну, хотя вот я скажу вам, как-то вот у меня был с нашим губернатором, Полтавчином Георгием Сергеевичем, на эту тему разговор, я вот говорю, что ну как, нам же надо думать, как воспроизводить человека-то, ладно, домов можно понастроить, но люди-то они вымирают в городах. Ну, он так, в общем, я вам скажу, что любопытно, но на таком уровне он мне говорит, что вот меня можете не агитировать. Я, говорит, как раз понимаю все это, что город это такая техногенная зона опасная. И, говорит, когда был полпредом по Центральному федеральному округу, то обращался к президенту с серьезным предложением ввести юридический запрет на любое расширяющее строительство в городах численностью более миллиона человек одномоментно. То есть просто запретить любое строительство в городах. А по остальным городам по графику. То есть тогда только мы можем сохранить наш генофонд. Вот, а так вот я-то начал немножко отвлекся, что когда мы стратегию разрабатываем, то мы считаем, что, да, Псков это такой туристический хаб, ну а дальше вот здесь можно было бы именно Пушгоры сделать тоже вот... Как ядром таким, культурно-духовным, да? Потому что немножко уже другого уровня. Именно как надстройка духовная над вот этим. То есть если, конечно, там поездить, посмотреть, а если вот приобщиться к чему-то... Чувствоваться вот это вот все. То тогда это нужно вот здесь делать центр. И здесь вот они особенности своей точки, как обрисовывают древний русский город Апочка, остатки Апоческого вала, храмы Ана-Богослова, церковь Покрова Божьей Матери и так далее. Духова гора, место силы, куда испокон века люди ездят лечиться. И в реестре святых мест со времен Ивана Грозного. Из Борской Печоры рядом, да, Зебеж, ну и святые источники, ключи там и так далее. Ну, в общем, я не буду вам все рассказывать, особенно о Пушгорах тут это не вам рассказывать. Вот, значит, ресурс... Ну, основа это сказки Пушкина. Символы и образы сказки Пушкина. В Пушкин парке планируется специальная гуманитарная среда через архитектурные пространственно-планировочные решения. Ну и самое главное, это дух, место, гуманитарная среда и так далее. Вот, поэтому я тогда презентацию эту могу вот прямо, значит, оставить тогда, наверное. А чем занимаются эти люди, которые вот это все, так сказать, хотят? Ну, это такая серьезная компания, которая... Ну, там, здесь, понимаете, формируется, в общем-то, новая команда, да? То есть, тоже, у них там свой бизнес, но они хотели бы вот здесь... Перейти, так сказать. Да, перейти вот на дорогую поляну, что называется. Но все будет зависеть от того, насколько найдется вот по стране, потому что этот проект должен быть, условно, федеральный, такой вот уровня. Ну, то есть, вот чем Россия может похвастать? А вот, поезжайте, посмотрите, вот такое это должно быть место. Ну, нам надо с ними разговаривать, потому что мы изучаем опыт как раз таких поселений, и не только поселений, а вообще культурно-образовательных центров. И смотрим, чему идет тенденция. Попробуйте, это хвойный коктейль. Да, очень целебный, он нас прям заждался. Кто еще будет? Я. Да. Я. Давайте, вот сколько есть сейчас, чашечек. Ну, из молодой хвои прямо. Сосновый. И сосновый, да? Да? Ммм, божественный напиток. Да. Да, надо его выпить весь, вот он еще есть, так что обащайтесь. Сейчас у меня был такой хвойный концентрат, поэтому напоминает. Ну, это, конечно, натуральная вещь. Ну, да, а лимон? Ну, мы утро-то начали с обычной, морковка, свекла, сельдерей, яблоко. У нас такое традиционное утро. У нас тоже почти, у нас смешных трав. Вот там коктейль стоит. Ага. Из копилы смыть. Местный. То есть приобщаемся к месту через травы, а место к нам приобщается через другие вещи, которые оставляют после себя человек. Так, а вот из вашего опыта вы хотите сказать, вот по поводу этого проекта, какие бывают типичные промашки? Нет, нет. Мы ездили, есть такой культурно-образовательный центр, называется «Этномерка». Ну, и вообще, мы одно лето посвятили тому, что объездили несколько культурно-образовательных центров, пообщались с людьми, посмотрели на их опыт, принимали. И после этого начали уже действовать, ну, по идее. То есть, первоначально это команда, конечно. То есть, команда людей сонастроенных. От этого зависит все, да? Да. Ну, от тех людей, которые запускают образ. Дальше, после того, как запустили образ, ну, происходит какая-то материализация образа. Как она происходит, с какими мыслями, с какими намерениями, с каким окужением, в каком окужении. Очень миловажно. Дальше, после того, как образ начинает рождаться, ну, вот он материализуется уже, вот, вот. Это мы наблюдали просто в этом намерении. Держать суть. То есть, если ты сказал о том, что здоровый образ жизни, соответственно, ты ему следуешь. Не следуешь, не говоришь. А там они не следуют уже, да? Я сейчас объясню. То есть, дальше, управление. Как происходит управление? Пермидально, либо это кола сонастроенных людей. Что мы наблюдали в Этнамире? То есть, нам очень понравилось. Первый раз мы когда приехали, мы просто были в восторге. Потому что это было, ну, достаточно душевно. Весь алкоголь был выведен, ну, подальше за территорию. Соответственно, табак. Все-таки за территорию. Да, был. Мы приехали вот в этом году, в декабре. И мы просто вот заходили в гостиницу, само по себе, уже через клубы дыма. В каждом... А в каком это месте? Боровск, Подмосковье. Боровская область. Подмосковье. Ну, она, наверное, на границе. Проект достаточно масштабный. Масштабный. Проект, да, очень интересен. Но там есть хранитель этого образа, это сам по себе Боярамов. А вся остальная команда, она, ну, вот... Мы просто понаблюдали за этим. Людям платят деньги, и они этим образом живут. То есть, одна из тех ошибок, которые совершают практически все проекты. Мы заплатим вам деньги, вы живите этим образом. Это не прокатывает. Либо человек этим живет. Нет, это прокатывает в том смысле, что люди туда едут, чтобы все это... Рядом коттеджные поселки, как место такое, помечтать о том, что якобы вот к этому надо стремиться. Ну, и хорошо, помечтал и поехал. Ну, это будет в другую сторону. Да, да, конечно. Дальше, во всех кафешках появился алкоголь. Как только появился алкоголь, мы стали замечать, что пространство просто искривилось. Естественно, естественно. Ну, а дальше, ну, хоть что-то там проводи, запущенное где-то, вот это алкогольное амбре, оно будет влиять на все. Можно я добавлю? Да, конечно. Еще во многих проектах мы заметили, что ставят целью создание архитектурно-пространственного образа. И фактически это становится самоцелью. То есть, само пространство архитектура якобы является основным образовательным фоном, основным образовательным процессом. На самом деле, это только фонд сопутствующий. И как только во имя достижения этой цели, быстрого построения сказочного города, либо, как в этном мире, этнодворы разных этнокультур на огромное количество гектаров, то стройка превращается в самоцель. И так как она требует финансов, то во имя решения этой проблемы другие цели просто под нее подгибаются. И в результате теряется главное, теряется человеческий настрой. Текучесть реальной жизни, которая в свои какие-то временные моменты вводит. И мы вот в своем проекте, поэтому мы не знаем, сможем ли мы его материализовать в какие-то конкретные сроки. Мы наметили себе стратегические шаги, как этапы. Там один год, два года, три. Все остальное будет связано только с тем, как мы сами между собой сможем сонастроиться, кто примет ответственное решение в этом проекте находиться, и каким образом, и какие счастливые случайности нам будут в этом помогать. То есть других возможностей, здраво оценивая наши настоящие ресурсы, все вместе, и человеческие, и творческие, и финансовые, и разные другие. То есть мы понимаем, что мы не знаем, как это пойдет, мы знаем примерно, как мы хотим запускать логику процесса. Вот в этом суть. И к этому мы пришли, наблюдая... То есть держать образ главное, держать образ колом, и чем более гармоничный и ответственный будет круг, который будет держать этот образ, тем это будет более широко распространяться на другие круги, которые так или иначе будут запечатать к проекту. И третье – это не гнаться за быстротой сооружений, которые очень красиво нарисованы как архитектурная модель в компьютерной подаче, но при этом реальное строительство, реальная материализация всегда показывают, очевидно, другие какие-то составляющие, которые ставят на места многие вещи. А вот интересно мне ваше мнение, вот допустим, ну вот если такая площадка очень серьезная, федеральная, то все-таки как здесь лучше пытаться вот разные силы, разные команды, ну вот скажем, ваша команда, все-таки сделать одной командой, или лучше это пусть идет так более-менее автономно, потому что все равно это друг на друга работает, да, вот, как вот лучше идти все-таки каждому своим путем, или больше, или все-таки... Вот мне интересно, как ребята скажут, но я думаю вот что, когда такой масштаб, и федеральный и так далее, и люди в целом, да и те, кто будет так или иначе к этому причастен, каких-то чиновников словом своим, там, одобрением или чем-то еще, люди, как вот, видите, сразу коснутся вопроса, ну ладно, если еще алкоголь и табака, тут, как говорится, дай бог, иначе вообще нет смысла, там, как-то, значит, а то... А если вот вопрос животноводства, видите, этического, но ведь любое животноводство, оно неэтично, потому что, конечно, и поэтому здесь вот вопрос такой вот, как встанет, так сказать, потом... По духовности надо, наверное... Ну, конечно, и люди опять будут диссонансы чувствовать как-то вот это вот. Ну, и я вот, пожалуй, тоже вот это вы очень четко подметили, что я, это из бизнеса любого, то есть объединяться, конечно, нужно не на бизнес-идеях, а на нравственности, то есть вот люди одного круга нравственности, они могут создать какой-то проект. И доход не он во главу глаз ставить надо, однозначно. Ну, они тоже пытаются так, ну, а с другой стороны, а как... Когда с реалиями... Вот как «Этномир». Это очень, кстати, поучительная вещь, потому что «Этномир» — это крупный проект, где вложено, ну, я как, сотни миллионов рублей, соответственно, может быть, они вначале не хотели, так сказать. Ну, не учитывая все аспекты вот эти вот, значит, вот они столкнулись вот с этой дилеммой, где, может быть, победила, вот, судя по всему... Ну, мы говорим на данный момент, как развивается. На данный, кто знает, да. Ну, если гибкая система, соответственно, она должна как-то строиться, подстраиваться, ну, под течение времени. Конечно же, в первую очередь, это не деньги, это человеческие отношения и отношения в кругу команды к людям, которые здесь сюда приходят. А финансы — это уже вторая... Это как должно быть. Да. Ну, а я-то вот, пользуясь случаем, конечно, хотел сказать огромное спасибо вам вот от сторонников концепции общественной безопасности. Вы знаете, это движение у нас уже 25 лет серьезно развивается. Мы специально там не делаем здесь быстрых, резких шагов, революционных призывов, баррикад. То есть это должно именно вызревать само по себе. Ну, потому что то, что мы строим, ну, хотелось бы, по крайней мере, уж на... не на 70 лет, а уж как минимум на 700, да. То есть иначе смысла нет. По 70 лет это у нас уже были такие порывы. Вот. А это уже неспешная работа. И у нас, вы знаете, мы считаем, что вот это будущее новой цивилизации, ну, мы считаем ее русской цивилизацией, цивилизация будущего. Потому что либо будет русская цивилизация на земном шаре, либо земного шара не будет вообще. Сегодня это всем очевидно. Причем с этим согласны даже. Вот. И поэтому нам бесполезно тут вот, к сожалению, там, русский республик. Нам мы должны отвечать за земной шар в целом или не браться вообще. К сожалению, ситуация такая. И мы говорим о том, что вот объединяющие идеи, вот по нашему глубокому убеждению, которые сформируют таки эту цивилизацию новую. И когда весь земной шар начнет говорить по-русски, так вот всего три скрепа базовых таких. Это прежде всего, значит, справедливость. Не такая, когда там начинается... Ну, опять что ли, всем поровну? Да не всем поровну. Просто когда никто не живет за счет труда другого человека. То есть когда отсутствует эксплуатация. Справедливость. Дальше русский язык. Потому что даже концепция, она на сегодня выражена на русском. И ее не освоить на иных языках. И творческое наследие Пушкина. Как это не кажется странным для многих. Но мы считаем, что именно так. Что Пушкин это вовсе не наше местное явление. Это явление какое-то такое вот... Планетарного масштаба. Да, планетарного масштаба. Божественное, потому что, ну, вы знаете прекрасно, по линии отца это свято-русское жречество. Вместе с Ариной Родионовной по линии матери древне-египетское жречество. И такого в истории, я думаю, не было. Чтобы напрямую в одном человеке древне-египетское и свято-русское жречество пересеклись. И вот это и дало такое вообще уникальное явление. Потому что, ну, вы прекрасно понимаете, нет ни одной сказки Пушкина, где бы не было мощнейшего второго смыслового ряда. И он однозначно программирует будущее, в общем-то, нашей цивилизации. Но в таком кругу очаровательном, может быть, мне бы хотелось как-то подкачать наши идеи. Пару выдержек, может, из Пушкина прочитать, которые, я считаю, имеют такое глобальное стратегическое значение. Потому что Пушкин-то обычно, он всегда, он не говорит никогда открыто, да? Ну, вот, скажем, тоже Руслан и Людмилу. Ну, там, ну, редко кто понимает, что Людмила – это Людмилый, что Руслан – это вот как раз жреческие структуры России, что, значит, борода – это то, чем народ наш замотали расставщической удавкой и в Швейцарию закинули, что меч – это символ знания и развлечения, что меч сокрыт головой правительством нашим, которое всячески старается народу, чтобы народ не понял, что происходит. Ну, а как только Руслан мечом овладел, бороду обрубил, а у Карла ни нефти, ни газа, ни леса, ничего у Европы нет, кроме этого умения деньги печатать и впаривать нам. Поэтому вот Пушкин такую мощную матрицу сформировал, когда, значит, борода все-таки будет обрублена. Ну, Карла, окажется, мы народ не злопамятный и не кровожадный. Карла, помните, там спокойненько сидит в кошелке, его никто не обижает, но он должен знать свое место. Так вот, говоря о нашем народе, образ Людмилы, почему Пушкина, кстати, не перевести на английский? Набоков же в свое время взял, сказал, а я переведу Пушкина. И вот он очень долго занимался этим делом, потом говорит, ну, значит, творение Пушкина – это золотая клетка и птичка в этой клетке. Так он начинал свои переводы. А когда закончил перевод, он сказал, золотая клетка осталась, а птичка улетела. Так вот, птичка – это как раз, когда мы говорим «люд мило», да, то мы хотим или не хотим того, но на бессознательном у нас все равно ассоциации с «людом милым». Когда вы переведете на английский, то эти ассоциации исчезают. И исчезает второй смысловой ряд, вот та птичка. Поэтому, вот, чтобы здесь, в образе Людмилы, я вот такие строчки прочитаю, он понимал, что наш народ богоносный. Помните, попы за книжки, а миряне за пышки. Церковь близко доходить склизко. То есть у нашего народа всегда было понимание Бога. Вот у меня мама, допустим, в церкви там, может, ни разу не была, но и ни одного дня без бога не прожила. То есть мне там сынок, вот, поехал там, Господь, Бог впереди, где он, Мария, сзади. Там, наверное, все случаи жизни какие-то свои там предметы, свои поговорки там. Ну вот. И поэтому, вот, Пушкин сравнивает наши народы с другими народами мира. И дальше говорит о богословии, о том, что нам нужно все-таки возвратиться к истокам нашего богословия. Вот, вот это стихотворение, которое мало кто так, может быть, на него обращает внимание. Людмила светлый взор возводит, девясь и радуясь душой, и ничего вокруг себя себя прекрасней не находит. Стоит ли с важностью очей предфлорентийскую кипридой? Их две, но мрамор перед ней страдает, кажется, обидой. Мечты возвышенной полна. В мечтанье смотрит ли она на образ нежной фарнарины или Мадонны молодой? Она задумчивой красой очаровательней картины. Скажите ж мне, какой певец, горя восторгом умиленном, чья кисть, чей пламенный резец придаст потомкам изумленным ее небесные черты? Ты, а это уже, наверное, обращаясь к нам с вами, Ты, вдохновенный Рафаэль, забудь еврейку молодую, Младенца бога колыбель, постигни прелесть неземную, Постигни радость в небесах, Пиши Марию нам другую с другим младенцем на руках. Вот, после таких строчек, когда мне говорят, Ну что вы, Пушкин, это музыка стиха, надо как бы... Там никакого смысла и содержания нет. Ну извините, такое написать, я думаю, что это... Сложно поверить, что вот такое написать, А в остальном там только вот музыка стиха. Ну и, конечно, наверное, еще одно вот это... Если вот первое стихотворение я посвятил вот женщин, Сидящим в этом круге, да, Потому что я очень рад, что у вас женская половина так мощно представлена, Потому что, ну, старая примета, Это если женщин нет, то дело обреченное. Я не видел ни разу, чтобы что-то начиналось без женщин И состоялось, тем не менее, по жизни. Вот. А второе, Его стихотворение, которое я хотел прочитать, Вот в такой ауре именно, Оно посвящено, наверное, каждому из сидящих в этом круге, Которые избрали иной жизненный путь, в общем-то. Вот. Пушкин об этих людях пишет так. Недорого ценю я громкие права, От коих ни одна кружится голова. Я не ропщу о том, что отказали боги Мне в сладкой участи оспаривать налоги, Или мешать царям друг с другом воевать. И мало горя мне, Свободна ли печать морочит Олухов, Или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет балагура. Все это, видите ли, слова, слова, слова. Иные лучшие мне дороги права, Иная лучшая потребна мне свобода. Зависеть от властей, зависеть от народа, Бог с ними, никому отчета не давать. Лишь Богу одному служить и угождать. Для власти, для ливреи, Не гнуть ни помыслов, ни совести, ни шеи. По прихоти своей скитаться здесь и там, Девясь божественной природы красотам, И пред созданиями искусств и вдохновения, Трепеща сладостно в восторге умиленья. Вот счастье. Вот права. Вот такого счастья хотел пожелать всем. Благодарить. А мы со своей стороны хотим вам преподнести Наше творение, книжка, рассказка Собери свою матрешку. Значит, это вот такая. Вкратце, что это такое? Все знают русскую матрешку. Я в Турции, кстати, Они меня попросили, я пока рано читал лекции В Турции, в ведущем фонде Сулеймания, И читал это с матрешкой в руках. То есть матрешка, и показывал, что такое матрица, Что такое шесть приоритетов, Как один приоритет вкладывается в другой. Вот это Пушкин тоже прекрасно понимал. Да, но там же много смыслов у матрешки. Один из смыслов, который мы в него вкладываем, Это тела человека. То есть у нас есть соответственно разные тела и всем. Ну, давайте начнем хотя бы с семи, Для того, чтобы с ними поработать, А потом даже уже двинемся дальше. И эта книжка о описании этих семи тел, Как их развивать, как их прокачивать, Принципы хорошего развития, Как развить, очевидность хорошего развития, Ну и что из себя представляет. А для того, чтобы это было более наглядно, То есть, соответственно, это еще и раскраска. То есть, когда человек раскрасывает эту матрешечку, При помощи цвета он выявляет все внутренние состояния. У нас эти книжки уже, Это творение полностью Василисы при моем участии. Она от начала до конца это все нарисовала. Спустился образ, она его реализовала. То есть, нарисовала, сочинила стихи, Описание полностью. Здесь наработки все и сказочные русские. Правда, не хватает статьи по образованию в книжке, Которую мы сейчас издаем через планету Ру. Кстати, будем очень благодарны, Если вы распространите добрую визу своим источникам, Потому что у нас проходит акция на планете Ру, Где мы собираем с помощью народного финансирования Средства на издание этой книжки. И в ней появится еще дополнительная статья на 20 страниц, Которая называется «Образование эпохи леса и эпохи волка». Ну вот, я думаю, мы в любом случае по нашей встрече информацию дадим. У меня так круг общения достаточно широкий, Но из разных стран мира просматривается все. Поэтому вы даже не столько меня просите, Сколько если сейчас прямо можно сказать. Друзья, если есть возможность, Помогите, пожалуйста, нам в софинансировании издания этой книжки. На планете Ру, то есть за те финансы, Которые вы туда вкладываете, Соответственно, вы получите либо книжку, Либо набор букиц, Либо какие-то другие наши услуги, Продукцию от сказочной Руси. И участие в наших интереснейших программах, В детском спете, в сказочном фестивале, И в разных других интересных приключенческих программах, Которые будут проходить этим летом, Здесь, в волшебном пространстве Луком Моя. Да, вот два слова, кстати, о вашем проекте, Тоже очень хотелось бы, Чтобы вы вот сказали не только для меня. Мы находимся сколько здесь до Пушбор? Десять километров. Десять километров. Десять километров. Это наш образ жизни. Мы так живем. Мы неряженые. Мы такие, какие мы есть. Мы этим живем. Мы занимаемся возрождением русской народной культуры. Не только снаружи, Но по большей части внутри. Когда ты внутри будешь готов к тому, Что основа нашей жизни. Ну вот, ты зачем здесь родился, русский человек? Соответственно, ты изучаешь эту основу, Свою суть, А после этого дальше можешь изучать Все остальные культуры, пожалуйста. Тебя уже никто не выбьет из седла. А так сейчас у нас получается, Есть люди, но они без корней. Мы возвращаемся к своим корням. Будем говорить так. И мы знаем, что мы ничего не знаем. И мы находимся на этапе Такого образовательного эксперимента, Прежде всего, над самими собой. Но кое-какие ключики Нами уже собраны. Причем основы русских знаний, Гедических знаний, Они рассыпаны по всему миру. И мы вот таким своим собственным Приключенческим исследованием Через путешествия, Через общение с разными людьми, Носителями знаний В разных странах мира, И в Индии, и в Египте. И здесь на Русском Севере Мы бывали в экспедициях, И на Белом море, И Заполярье. И здесь, в Петербурге, конечно, Где кладезь информации, Которая помогает нам найти Новые основы для дальнейшего движения. И поднимаем эти знания Изнутри самих себя, Из родовой памяти. И здесь на Псковщине Очень много нашли подсказок. То есть мы объединяемся в круг, Делимся своими знаниями, Ощущениями, опытом. И ищем, на самом деле, Просто новый образ жизни, Отличный от жизни в мегаполисе, Которому хотим вернуться. То есть возвращение к своим корням и стокам Мы ведем через образовательное приключение, Исследовательское погружение Внутри самих себя, прежде всего. Площадка здесь у вас 10 гектаров, я понял? И такая уже, я посмотрел, Она очень уже хорошо обустроена, В том смысле, что это реальная природа, Убрали просто следы лишние, То, что человек оставляет обычно в лесах, А здесь природа в первозданном виде, Что называется. Ну, туда это здорово. И хотел еще продолжить, про матрешку. Здесь же еще у нас, Мы изучаем буквицу, русскую буквицу. То есть... Вот недавно книжка издана в издательстве Концептуал, русская буквица. Мы знаем, это одна из ступенек в изучении, Потому что тут намного все глубже И многограннее, чем кажется изначально. И для того, чтобы каждый человек мог вникать еще В суть русского языка. Ведь каждая буква в нашем языке – это образ. Соответственно, каждое слово собирается из этих образов. А их, будем говорить, 49. И вот в книжке-рассказке тоже есть описание каждого образа. Ну, по сути мой. А чтоб это можно было еще и потрогать, Что ж оно такое. Мы еще одно пособие сделали. Для детей, да? И для взрослых. Для изучения. Для детей и взрослых. То есть это вырезанная лазерная резка, Буквица. С описанием, для чего нужна. С заданиями, как ее можно изучать. И вот... Ну, вообще, конечно, парадокс, Что вот трансформации нашего алфавита Вот из детей-то сейчас никто не знает. Да и из взрослых тоже. Никто не знает. Это же совсем недавно было, Когда у нас все было иначе, И все было другое. Это... Да, ну это такие неожиданные подарки, Ценные, конечно. Мы тоже понимаем, Что тут ценность на самом деле не финансовая, А вот само наполнение. Каждая буковка, Вот честно скажу, Она прошла через мои руки. Каждый листочек прошел через мои руки. Да, тут... Тут такая энергетическая еще наполненность. А в волшебном пространстве лукоморья С каждым днем, летом, Будут прибывать все новые и новые сказочные герои. Скоро к нам пожалует Иван-Царевич, Царевна-Лебедь, Потом прилетит жар-птица, Наталья Кобзарь, Ведунья по целебным травам. Королевич и лисей уже здесь нами сотворяют давно пространство. Волшебные, дивные помощницы, Лира и Дивия. Лисовики у нас, Целая команда богатырей. Соловей-разбойник. Соловей-разбойник, Собственной персоной. Самый шкодный персонаж сказочной Руси. Но обаятельный спасу нет. А еще недавно, буквально на днях, Мы устроили себе выходной И гуляли по пушкинским местам, В частности, в Тригорском. И вдруг мы поняли, Что если соловья-разбойника правильно побрить, То он весьма похож на юного Пушкина. Да, это приспорно к вашему вниманию. Это точно. Здравствуйте. Полиция, Пушкинские горы. Здравствуйте. А кто здесь старший? С кем можно пообщаться? Давайте сам. Вот как про соловья-разбойника заговорили. Так вычерилизовалось. Серьезно. Ну и, конечно же, В нашем кругу присутствует лад. Собственной прессоной, Который гармонизирует пространство вокруг нас. А так, география, Представленность ваших участников. Еще разочек, города. Я из Беларуси, из города Гродно. Это западная Беларусь. Соловей-разбойник у нас из Украины, Запорожья. Все остальные. Я в Тюмени родился. Я в Тюмени недавно был. Возили меня в село Покровское. И, конечно, края такие. С Питером перекликающиеся очень серьезно. Ну и Питер-Москва, как я понимаю. Да, Питер-Москва. И Калужская область. Калужская область. Да, Обнинская область. Да, Обнинская область. Ну, для разнообразия Казахстан. Да, география абсурдна. Да. Для разнообразия я родился в Кишиневе. Я живу под Выборгом. И сказочные герои у нас еще есть из Екатеринбурга, из Беларуси. Иван Царевич из Гомеля. Кот Баюн. К нам он здесь пока не в проекте, но он обязательно будет к нам заказывать в гости. Кот Баюн Андрей Ивашка. Будет ходить по золотой цепи. И, надеемся, на сказочном фестивале будет проводить уроки по Буклице. Ну, вот насчет хождения по золотой цепи. Вот так посмотрите. Хотелось бы, чтобы и по древу наша наука ходила, а не только по золотишку. Потому что, по-моему, Пушкин... По золотой цепи образов. Да, по золотой цепи образов. Ага. Нет, ну, самые разные могут быть ассоциации с творчеством Пушкина. Но, как вот по нашей нынешней научной, научным исследованиям, я все-таки часто вижу, что Пушкин за этими строчками еще и другая стоит вещь, да, что... Ну, древо познания – древо жизни. Но на этом древе познания доллары и золотишко всегда там, так сказать, рассыпаны. Так вот, кот ученый, наука, да, она, к сожалению, не по древу жизни ползает, а по золотишку, да. Кто заплатил, то и обоснует. Так что наука иногда... Мы по-другому закрутим вокруг древа, правда? Ну, а все-таки я думаю, что будущее нашей цивилизации – это Елены Прекрасные и Василисы Премудрые. Вот пока у нас не будет полноценных категорий вот этих двух, то нам сложно что-то сделать. Потому что мама дает рождение ребенку, и мама, в общем-то, ставит его духовность в гораздо большей степени, чем отец. Поэтому вот хотелось бы, чтобы наша Василиса была бы тиражирована. Да, все будет. Каждая Василиса рождается изнутри. Все Василисы будут разные. А то тиражированность – это тоже такая тема, не совсем здоровая. Да. Сейчас это тенденция. Все будут уникальны цветками. Только в духовном плане, да. Все больше и больше набирают обороты. Те красные девицы, которые раньше, так сказать, в светских тусовках участвовали, они все больше погружаются, находят ту истинную красоту внутри себя именно через возрождение родной культуры и уходят как бы тоже вот в одеяние длинных платьев, которые прям преображают их красоту. Так, а у нас вот мероприятие, программа у Вас на все лето, да, правильно я понимаю, рассчитано, да? Какие-то будут пиковые такие дни? Да, в основном. То есть пиковые дни, конечно, у нас будет проведение фестивалей детского слета. А все остальное время мы будем благоустраивать это пространство, наводить порядок. Ну а с местными органами власти, то у Вас... Это у нас первое знакомство, наконец-то они к нам приехали, мы думали уже к ним самим в гости, что ли, сходить. Пойти сдаться, да. Да, познакомиться. Ну вот они сами на поддверии 9 мая, видать. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok